Мы осуществили давнишнее своё желание, и вот сейчас направляемся в гости, прославленное в Гамбурге и далеко за его пределами, литературное объединение «Источник». О том, как и чем живут наши талантливые, неутомимые мастера-пера, мы беседуем с руководителем объединения Юрием Белаковским. Юр, вот не поделишься ли ты с нами воспоминаниями, откуда, когда и по каким причинам забил этот чудесный источник? Этот чудесный источник забил, надо сказать, лет 8 тому назад, когда инициативу проявил ещё журнал «Гамбург». И мы, собирая нас на литературные вечера в кафе «Кана», если помните, и там выяснилось, что люди, которые участвовали в этих вечерах, которые сами по себе писали стихи, рассказы, они выразили желание объединиться, работать как-то вместе, чаще делиться своими успехами. И тогда, вот, 5 лет тому назад, теперь уже 6 лет тому назад, мы организовали это объединение и стали собираться сначала раз в месяц. Потом, вот, два года тому назад, мы уже официально зарегистрировались как Ферраин, Айнгитраген и Ферраин. И с тех пор встречаемся чаще и ведём какую-то определённую работу. Вот этот вопрос. Что бы ты всё-таки поставил в главную заслугу объединения? Какие открытия, откровения вот состоялись за этот период? И состоялись? Значит, я не знаю, открытие ли это, но можно сказать, что это какие-то этапы. Мы сумели сделать за это время, выпустить три альманаха, в которых каждый раз участвуют больше 20 и иногда до 30 авторов. Правда, там есть каждый раз и два-три гостя, которые считают для себя почётным принимать участие в этих изданиях. Не члены объединения? Не члены объединения и даже живущие не в Гамбурге. Мы начали выпускать, так сказать, небольшие брошюры, авторские брошюры. Они идут не через официальное издательство, а ручным способом, компьютерным способом. Мы их издаём, и, в общем-то, людям это интересно. Они знакомятся со своим творчеством, своих друзей и знакомых уже в готовых брошюрках. Что мне кажется важным, что мы обратились, всё больше обращаемся, это становится серьёзной частью нашей работы, это переводы. Мы сейчас работаем с переводами. Это часть интеграции, с одной стороны, работа интеграционная. С другой стороны, это позволяет нам показать, что мы приехали не просто отсиживаться здесь, доживать свой век, а работать на каждый в меру своих сил над сближением культур, улучшать взаимопонимание, насколько это возможно. И поэтому, значит, во втором и в третьем сборнике «Альманахов», наш источник 2 и источник 3, есть разделы переводов. А в прошлом году совместно с Институтом словистики Гамбургского университета мы провели большой праздник литературных переводов, первый праздник литературных переводов в Гамбурге. И по его итогам недавно вышел сборник под названием «Мосты», потому что девизом этого праздника были переводы «Мосты между культурами». И сборник мы так назвали «Мосты». По отзывам людей, которые познакомились с этим сборником, книга получилась интересной и хорошей. И мы продолжаем работать в этом же направлении. В этом году мы планируем и вместе с Обществом учителей русского языка провести первый конкурс переводов для гимназистов и школьников, выпускников или учащихся старших классов. Пока это Гамбург и Санкт-Петербург, но имеется в виду, что будем расширять охват. Кстати говоря, что в нашем прошедшем празднике участвовали больше 170 человек со своими переводами. Из них порядка 40 школьников из Санкт-Петербурга. Именно школьников. Хотя и учителя тоже приняли участие из Санкт-Петербурга. Ну а так всего было, я наговорил, наверное, больше 170 человек со всех концов Германии. Для тех, кто не знает, как все-таки проходит заседание литературного объединения? Что это, канцелярское мероприятие или все-таки творческая встреча? Ну я думаю, что скорее это можно отнести к творческим встречам, поскольку на каждой из этих встреч, почти на каждой, все имеют возможность показать то, что они сделали за последнее время, то, что они хотят показать, и проверить на слух у своих товарищей, как воспринимается. Получить определенную долю критики, иногда достаточно суровые критики, иногда похвалу. И кроме того, значит, есть у нас встречи, когда мы обсуждаем или слушаем что-то о творчестве уже известных поэтов, писателей. Это тоже бывает интересно. Ну и обсуждаются общие вопросы литературы. А как уживаются или могут уживаться вместе люди более и менее способны? Нет ли здесь почвы для зависти, интриг? Зависть и интриг. Ну, зависть, может быть, добрая зависть у каждого есть. Но люди уже достаточно взрослые, и каждый понимает свой уровень, свой потолок знает. Поэтому говорить о том, что кто-то будет интриговать против луча бежащего, ну, наверное, сложно. Теперь скажи, пожалуйста, вот мы знаем, что устраиваются поездки в другие города. С какой целью и что это даёт в творческом плане? Ну, да, мы ездили в Ганновер, в Оснобрюк, в Любик, в Киль, в Времен. К нам приезжали. Мы хотим наладить связи, и это записано даже и у нас в уставе, что наладить, организовать связи с творческими объединениями в других городах Германии. Так же, как с творческими объединениями, немецкими творческими, мы тоже сейчас к этому идём. Значит, чтобы не вариться узко в своём соку. И, что называется, и себя показать, и людей посмотреть. Нам интересно, что делается в других местах. Я должен сказать без, наверное, хвастовства, что сейчас наше объединение, мы стали в какой-то мере связующим звеном между объединениями вблизи Гамбурга. Потому что к нам с удовольствием приезжают на наши встречи, которые мы организуем по итогам. Вот мы в прошлом году провели конкурс «Я вернулся в мой город» на известную строчку Мандельштама. И потом авторы, которые участвовали в этом конкурсе, они приезжали сюда. Они встречались между собой, они узнавали друг друга, и так же, как и нас. То есть, людям интересно. Так сколько всё-таки людей, творчество таких личностей объединяет сегодня источник? Ну, если говорить, списочный состав зарегистрированный, те, кто платит членские взносы, это 31 человек. – Юр, а знает ли город о существовании источника, и есть ли какая-то поддержка? – Да, мы стараемся, чтобы город о нас узнал, и немецкие учреждения тоже о нас узнали. В частности, когда мы проводили вот этот праздник переводов, нас поддержал сенат городской и управление культурой, если перевести на русский язык, культура Бихерда, выделил определенную сумму на затраты, связанные с проведением этого. Мы не торопимся, в общем-то, бежать везде и кричать, мы есть, мы есть. Мы хотим показать на деле, что мы что-то делаем. – Участные люди, они по этой особенности витают в империи. Это их состояние такое постоянное. Ты же их в буквальном смысле, вот с наступлением, особенно весны, летнего периода, опускаешь на землю, приглашая к себе и устраивая заседание объединения у себя на даче. Не напрягает ли это твою жену, с одной стороны, так, а во-вторых, это как-то что, способствует вот таким-то вдохновительным вещам? – Встречи на даче пожилы. Они бывают редко, раз-два раза в год. Но, по-моему, это наиболее любимые встречи для членов нашего объединения. Они всегда с удовольствием принимают участие и, начиная с января, спрашивают, когда мы в этом году встретимся на даче. – Можно раскрепоститься? – Конечно. Ну и потом с дачи как-то легче, как улететь в империи. – Конечно. Вот известно, что на слова поэтов, входящих в объединение, пишется музыка. И даже вот мы слышали о каких-то песнях там и прочее. А что, имеет место такое? – Имеет место быть. Да. Здесь, в Гамбурге, живет музыкант и композитор, и лауреат разных конкурсов. Иосиф Мерензон, который уделяет внимание нашим авторам и на слова многих членов нашего объединения, я не имею в виду прозаиков. Он написал музыку. В частности, он написал музыку на «Твои слова», на «Гимн». Это был гимн. Сделал гимн объединения. Вот. И написал, положил на музыку стихи. Люба Гольтяевой, Аркадия Гогана, Инны Глик, Михаилу Гинсбурга, ну и еще там Леонида Матусова. В общем-то, и еще можно перечислить. Так что ему и за это тоже большое спасибо. В общем-то, хотелось узнать, каким ты видишь все-таки будущее, источник. И видишь ли его каким-то преображенным, или это будет просто повтор уже всего, что достигнет? Мы стараемся каждый год и все время придумывать что-то новое. Иногда это получается. Иногда это получается неинтересным и уходит. Но стараемся, чтобы не застревать на одном и том же месте. Чтобы развитие все время было. Пробуем разные формы. Будет так продолжаться. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» Все есть у нас, и радость, и горе, Кто тонем вдруг, кто в небесах морил. Друзья, давайте вместе побудорим, Как говорят, за жизнь поговорим. А может, лучше вместе почитаем, Не зря даже сказы и пишем, и стихи. И гения тогда ждет нас узнает, О, господи, прости наши грехи. Мы собрались у Юры, Сиро и Сиро и Сиро и Сунова, Здесь никому не скажут и сидит. Известно всем, начали мы вас словом, Оно же верно будет позови. Оно же верно будет позови. У нас теперь других не хуже кадры, И каждый член словесности не кин, Не Пушкини, а все же Александри, Не Лермонтов, так Бенбург Михаил. Немало лет на свете мы прожили Все описать умеем беспрекрас. И Фридрих есть у нас, хотя не Шиллер, Есть Сержевченко, есть и свой Тарас. Из Федера, в сторонах своих пожитки, Явился в дверь, и век без мишника. Дрехой поручик, не окружая битки, Другими, ок, и милом, и я. Другими, ок, и милом, и я. Мы не ведем себя ни в чем по-барски, И дружба тесной связана навек. Хоть среди нас имеется Коварский, Но он вполне приличный человек. Хвала кому поставит клизму, А каждым словом литром сто потол, А Гогана, Семена, афоризму, Кому-то пах, а кому-то в гном. А вот другой не барон Богорадий, Он тоже ходит Гоганом давно. И метко выражается Аркадий, Снимающий для вечности кино, Снимающий для вечности кино. Еще один мужик весьма нахальный, Пора б ему поставить луч на вид. Весь мир земной, а также виртуальный, Излазил Михалек, который Леонид. Нам не страшила стопенья угроза, Нам, слово мать, ни теща, ни свекров. У нас своя не Люксембург, но Роза, Который позавидует крылом. На лице есть любаши или пани, И мужикам, конечно, благога. Вот только к сам же олене нету маги, Чтобы книжечку хоть житую издать. Может, книжечку хоть житую издать. Колчинский Миша, Михаил Прудовский, И Леня Матусов, и Блюнкин, и Леонид, И автор этих строк Ефим Япозький, У всех душа за общество болит. Пишем мы в мажоре и в миноре, И ждем похвал, но вдруг о тебе в укор. О, это наш неистовый минорий, Свой оглашает смертный приговор. Забравись у юра сиры снова, Здесь никого не скажут, и в сети. Известно всем, начали было слово, Оно же верно будет, позади. Оно же верно будет, позади. Писать еще один и надо, братцы, Для них достойный и классика в ответ. Немного нужно только постараться, И всем великим пламени привет. И всем великим пламени привет.